Ни голод, ни страшен, ни война. Сегодня жить страшнее. Елизавета Павловна Баскова через несколько дней будет отмечать свой сотый день рождения. Накануне юбилея съемочная группа «Ульяновской правды» навестила Елизавету Павловну, чтобы узнать секрет ее долголетия. Елизавета Павловна родилась 7 апреля 1917 года. До революции ее семья имела свое большое хозяйство, но после революционных действий все было разграблено и разрушено. И семье пришлось начинать жить заново, вставать на ноги, поднимать детей, в том числе и маленькую Лизу. Елизавета Павловна не любит вспоминать о военном времени, о прошлом говорит с неохотой. На вопросы о прожитом отвечает кратко. Я ни на кого не наделал, я наделал даже на Бога. И делаю только доброту людям и Богу. Вот это моя жизнь. Вот и вам желаю прожить, как и мне, до 100 лет. Живите, живите. За свою жизнь Елизавета Павловна примерила на себя множество профессий. Признается, что не боялась никакой работы. Всегда шла до конца. Трудилась и плугарем, и на тракторе, и птичницей, и дояркой, уборщицей, дорожницей, поваром на лесоповале, в тайге на лесных работах, шила и вязала ночами одежду на фронт. Я не боялась ничего. Я тебе говорю, я была лютая. Я была лютая. Мне какую работу не дали, все равно я ее сделаю. Ночью сну, все равно сделаю. Куда война началась, я вышла в большую семью, в бедную семью. А куда война началась, его сразу взяли меня. Я вот стала беременна сыном. Вот в 41-м году я его родила. Она и вправду многое пережила. И голод, и войну, и личные семейные драмы. Вот только не себя она жалеет, а нас. Говорит, что сейчас жить тяжелее. В то время для меня лучше было. В то время лучше. Сейчас видишь, что вот, сейчас много и злятся, много завидуют друг на дружку. Ну и как о жизни сейчас? А у нас жизнь здесь. Ну, ходили в школу дети, ребятишки. Вот они рядом тут у меня. Школа-то была. Ну. Сейчас жизни. В Антижеле нашей. Очень намного. Пусть все есть. Сейчас возьми, иди в магазин. Деньги есть? Чего надо, покупай. А денег нет, ты стоишь, поглядишь и уйдешь. А у меня был город. Я картошки на зиму подпол навалю. Вот. А на лето в яму зарою. Погреб-то, кадушки, капусты, на рубеж всякой. Вот поэтому жизнь-то у нас лучше была. Пусть и трудно нам было, трудно. Ну, все равно легче, как вам. Говорит, сейчас, если кошелька с собой нет в кармане, то все, идти не с чем. Шутят, что даже в туалет бесплатно не пустят. Идешь ты на улицу, в туалет тебе, у тебя купейки нет. Тебя же не пустят, тебе денег. Тебе где-то надо искать, куда спрятать кусты. Правда ведь? Ну вот, вот. Я-то вот помню. Кажется, что душа этой женщины болит за каждого. Прощает обидчиков, желает здравия и злым, и добрым. Помогает внукам и правнуку. Вот только скромно отмалчивается о своей пенсии. Не жалуется, не просит. А сказать ведь стоит. Пенсия у Елизаветы Павловны составляет 13 тысяч рублей. Так еще и звание друженик тыла удалось получить только через суд. В феврале вся семья ездила в Сурское. Искали стаж, колхозные документы, в архивы ходили. Ничего не могли найти. Говорили, что сгорело все. А где нас пришли в Сурске и к ней приехали? И в Сурске, или здесь вообще? Нашли в кабинет, вот, вот. Она открывает бумажку и говорит. А ее живой, нет, она чпитана. А я, знаете, вот это здание, и говорит. А я вот. Суд они выиграли. Вот только прибавку к пенсии так и не получили. Не положено, сказали. Но Елизавета Павловна не расстраивается. Говорит Бог с ними. Наша долгожительница верующий человек. И пост соблюдает до сих пор, несмотря на все уговоры родных, хорошо питаться. Это не мешает ей целыми днями гулять в парке, общаться с подругами, ходить в магазин. Она спускается и поднимается по лестнице несколько раз в день. А к врачу за свою жизнь ни разу не обращалась. Наверное, в этом и есть секрет ее долголетия. Своим самым заветным желанием Елизавета Павловна поделилась и с нами. Больше всего она хочет успеть проводить правнука Ярослава в первый класс. И увидал бы, как он в школу пошел. Годочек, ну, три прошло все. Господи, дай мне, Николай, годный год, три еще. Может, даст. А мы, в свою очередь, хотим пожелать Елизавете Павловне долгих лет жизни. И не только проводить правнука в первый класс, но и погулять на его выпускном. Кристина Жакот, Павел Макаров. Новости Ульяновской правды. Субтитры создавал DimaTorzok